Всем привет! Сегодня я припарковался на территории санатория Кыргызской Взмурьи. Я немножко хочу здесь прогулять. Здесь есть несколько достопримечательностей. Предлагаю вам осмотреть их вместе со мной и вообще посмотреть, как здесь летом отдыхают в Кыргызстане. Территория начинается с парковки, с такой березовой аллеи. Сами корпуса будут находиться слева. Мы больше будем осматривать территорию. Прогуляемся, посмотрим. Здесь золотую осень. Сейчас последние числа октября. На улице где-то плюс 13. Небольшая пасмурность. Солнышко было с утра, сейчас зашло. Но в целом это не влияет на положительное настроение. Отдыхающих практически нет. Здесь вот корпус, видимо, какой-то столовый, если я не ошибаюсь. Слева ели, прямо березы. Сейчас свернем вглубь санатория с аллеей, чтобы посмотреть, какая здесь инфраструктура. Здесь вот футбольное поле. И дальше вот я вижу тоже волейбольное поле и футбольное поля. То есть справа такая зона, игровая зона отдыха. Но вот эти, конечно, зеленые ели дают такой эффект монолитности данному учреждению. Вообще, читал достаточно много положительных отзывов об этом санатории. Санаторий, еще раз напоминаю, называется Кыргызское взморье. Вот. Но самая основная достопримечательность его находится на берегу. Пока не буду раскрывать фишку этого санатория. Смотрите видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы путешествуем. Дошел я еще до одной развилки. Слева получается жилой корпус. Сейчас здесь перекладывают плитку. С правой стороны игровая зона для детей. Движемся четко к берегу. Здесь, наверное, какое-то летнее кафе. Сейчас все разобранно. Понятно, да? То есть, не хочу, чтобы вы смотрели и думали, что здесь совершенно никого нет. Летом, конечно, это наполняется все. Вижу большое зеленое поле. Сейчас подойдем к нему, посмотрим. Прям очень хорошая травка. Разметка нанесена. Да, это футбольное поле. Даже несколько футбольных полей. Видимо, здесь играют достаточно серьезно в футбол. Движемся по основному маршруту к озеру. С правой стороны еще одно большое футбольное поле. Здесь уже такое более профессиональное, судя по размеру поля, а размеру ворот. Понятно, что здесь играют основные дыхающие летом. Но, тем не менее, досуг есть чем организовать. А вот с левой стороны, вот этот вот бар-ангар, там, насколько я понимаю, ночной клуб. Потому что, когда сюда ехал, видел вывеску, что здесь летом проходят всевозможные вечеринки. Здесь даже есть свой памятник. Не знаю, кому подходить не планируя. Но, тем не менее, интересно, что территория санатория настолько большая и фундаментальная, что даже имеет свою скульптуру посередине парка. Вот это совмещение желтых и зеленых красок. Прям очень хорошо ложится в кадр. И очень приятно глазу, и настроение подымается. Пройдя немножко дальше, виден такой вот интересный куст. Не знаю, что это рябина, наверное, растет с красной ягодой. Везде березы, ели, березы, ели. Такой интересный здесь памятник кораблю. Такой вот броненосец, можно сказать, потемкин. С правой стороны там какие-то частные домики. Но, скорее всего, либо они строятся еще, не до конца крыши я вижу закрыты. Либо это уже другая территория. Но, насколько я понимаю, все-таки это еще территория взморья. А с левой стороны подвижения еще один корпус. Даже два корпуса. И опять березово-желто-зеленая аллейка. Вот это оказалось не корпуса, а отдельные какие-то строения, уже не входящие в санаторий. Но, как ни странно, здесь есть калитка, которая, скорее всего, открыта. И везде написано, сдаю-сдаю квартиру. И даже есть вот кафешка. А вот это вообще отдельно стоящие дома. И вот там еще корпуса видны. Уже современных построек. И у них есть выход в этот парк. Справа парк немножко такой заброшенный, но имеет определенные красивые по цветам нюансы. Вот сейчас я подойду поближе к этому дереву. Посмотрите, как на фоне всего этого, и сзади фона гор, смотрится классно это дерево. С этой стороны парк практически не ухожен. Но, тем не менее, имеет большую территорию. И жалко, что все это здесь в таком немного печальном состоянии. Конечно, в целом, вот та фундаментальность, которая на основной аллее, она напоминает былые советские времена. Вот здесь я выхожу на еще одну параллельную дорожку, которая также приведет нас к озеру Иссык-Куль. Ну, собственно, здесь она не облагорожена. Были какие-то, видимо, здесь следы плиток или попытки уложить дорожку, но в итоге она не была уложена. Пока я прогуливался, начал загораться свет. Сейчас уже полшестого, а буквально еще 30-40 минут, и начнется закат солнца. Солнышко, правда, не видно. Тучки сегодня. Но, тем не менее, сейчас вот самая такая пора для съемок, когда открываются прям все краски в таком насыщенном виде. Краски осени, это очень здорово. Судя по всяким ларькам, мы приближаемся к пляжной части данного пансионата. Здесь вот с правой стороны я уже вижу береговую линию, зонтики, какие-то строения, видимо, кафешки. Но самое главное, это задний фон, ребят. Обратите внимание на задний фон. Конечно, на камеру не передать все эти горы, но это просто колоссальное зрелище, даже в такую пасмурную погоду. Конечно, на берегу инфраструктура желает, как говорится, лучшего. Ну, что там говорить, на Черноморском побережье России не намного лучше во многих санаториях, пансионатах и гостиницах. Зато с левой стороны вот центр отдыха. Улитка. Здесь территория более облагорожена. Огорожена около озера. И получается, что здесь все равно через калитку можно проходить туда-сюда. Здесь фонарики тоже загорелись. Приближаемся к Иссыкулю. Ну, вот я прямо уже на берегу. Небольшие волны. Озеро бунтует. Хочет солнышка и тепла. Но самая фишка, как я говорил, санатория вот в этой небольшой такой каменной дорожке в озеро. то есть это естественная дорожка, видите, да, естественный камень, который здесь омывается сверху, просто присыпанный немного песком. Естественно, эту дорожку немножко улучшили бетоном сверху. Но в целом она так и осталась как камнем. Люди приходят на эту дорожку. и я тоже пришел, чтобы здесь полетать на дроне. Здесь вот тоже такие естественные камушки. Я, похоже, ошибался по поводу бетона. Это не бетон, а естественный камень. Издалека показалось, что бетонно. По факту, это единая монолитная глыба. И вот под водой видите, там темные места есть. Это тоже выступают вот такие камни. Ну что, дойдем до конца и полетаем. Ну что, вот я и дошел до финальной точки нашего сегодняшнего ролика, сегодняшней прогулки. Дальше можно сказать бескрайний Иссык-Куль и на той стороне видно, как на ладони горы. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Давайте путешествовать вместе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok